Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а значит, это канал Лёша играет. Кстати, любимый канал Ганнибала Барки, и, надеюсь, ваш тоже. Что ж, пришла пора стратегии в новом аддоне Brave New World. И в этом видео я расскажу о самом универсальном развитии, которое было и в оригинальной игре, и в аддоне Gods and Kings, и вот сейчас Brave New World. То есть, играя через традицию. Если помните, я делал видео «Четыре традиционных города». Вот это примерно то же самое, только в реалиях аддона, потому что довольно многое изменилось. Главное изменение — это отсутствие золота от клеток рядом с рекой и присутствие караванов. Вот на этом мы сделаем акцент. То есть, видео будет показывать дебют, начало партии через традиционную игру. Кроме того, это видео любопытно тем, что в нашей партии, вот вы видите тут несколько знакомых уже вам ников по другим играм. В этом видео, которое вы смотрели, это и Дэймон, и Смертин, и Дмитр. Это все старые, известные игроки среди цивилизаторов. Ну и еще вот есть некий игрок с ником Дэймарус. Более того, мы ему разрешаем выбрать нацию, он берет шашонов, а мы все будем играть рандомом. Так вот, за ником Дэймарус скрывается Юрий Хованский. Не знаю, многие ли у меня на канале знают этого летсплеера, или как он себя еще называет, стендапера. В общем, смысл в том, что у него на его игровой канал подписано практически 200 тысяч человек. И когда он обратился ко мне вот с предложением сделать такое совместное видео, естественно, я не задумываясь согласился, потому что это очень хорошая реклама для моего канала. Он уже выложил видео со своей стороны на своем канале давным-давно. Это я тут, как всегда, торможу. И с его стороны, с его комментариями вы можете посмотреть на его канале. Сразу предупреждаю, там много мата в комментариях, там нету каких-то полезных советов по тактике и стратегии, что делаю я в своих видео. Но раскрутился Хованский, естественно, не этим, а своими шутками, развлекаловым и так далее. То есть, если вы хотите, если так можно сказать, поржать над партией, то вот посмотрите то видео. А какие-то стратегические советы и секреты смотрите в моем видео вот конкретно в этом. Ну и сразу предупреждаю и напоминаю, если тут кто-то вдруг смотрит с канала Хованского, что у нас в комментариях не принято ругаться матом, наезжать на кого-либо. То есть, если вы даже будете в комментариях как-то не на меня, а на Хованского наезжать, то комментарий будет удален, а вы забанены. Собственно, как и за любой комментарий с результатом этого матча, как всегда. Держите себя в руках и давайте общаться культурно. В общем, вот начинается игра, и рандом мне выдает зулусов. Кстати, не знаю, обратили вы внимание или нет, мы играем на карте «Маленькие континенты». То есть, это морская карта, если так можно говорить. Большую часть будет занимать моря, и, естественно, большей частью будут морские сражения. И то, что мне достались зулусы, это не самый лучший вариант, потому что они хороши в наземном бое, а не в морских баталиях. И как бы получить каких-то бонусов на море от зулусов я не смогу. Тем не менее, это очень хороший вариант для того, чтобы показать вам развитие через традицию. Раз мне тут не надо будет сильно воевать, так бы я, естественно, зулусами играл совершенно по-другому, если бы они мне выпали на Пангеи. Я бы там шел через расселение, брал бы честь. Ну, это как-нибудь в другой раз, если будет видео про зулусов. В данном случае, если вы смотрели мое видео про игру на море, главное первыми дойти до фрегатов. И там уже воевать. Итак, смотрим сразу место. Смотрите, какое офигенное место мне выпало. Аж 4 ресурса с морскими ресурсами. 4 клетки с морскими ресурсами. Это просто офигенно. Для игры через традицию. 3 кита и рыба. То есть еще рядом и корова. То есть тут вообще без вариантов развития через традицию, тем более, что маленькие континенты. То есть где-то на других островах мои оппоненты. Никто мне не будет мешать. Это очень классно. Ну и посмотрите, рандом выдал и моим соперникам очень классные нации. То есть Польша офигенная. Вавилон это вообще, я считаю, читерская нация. Потому что буквально через несколько ходов у мастера Дэна, получается, будет академия. Как только он откроет письменность. Ну, естественно, ставим на рост, как всегда. Микроконтроль. Залочиваем на коровах. И первым делом всегда исследуем гончарку. Поттери. Чтобы получить амбар и святилище. Так, что нам дадут руины? Руины нам дают улучшенное оружие. Ну, не самый лучший вариант. Лучше всего, конечно, когда из руин мы находим либо культуру. Вот на начальных ходах, чтобы быстрее традицию принимать. Либо увеличение жителей в городах. Вот, по моему мнению, это самый лучший вариант для развития через традицию, что можно найти в руинах. Ну, еще неплохо, конечно, религия. Как минимум до населения в три жителя все залочиваем на рост. То есть ставим всех своих возможных жителей на самые яблочные клетки. Да, обратите внимание, что я первым строю в городе монумент. Но если бы мы играли на Пангеи, то, естественно, первым строить скаут. А монумент бы я не строил вообще. Я бы его получил бесплатно с легализма. А тут я строю монумент, чтобы с легализма потом получить бесплатно в столице амфитеатр. Но так как мы на островах, на маленьких континентах, то я не уверен, что мне тут нужны скауты. Я все исследую одним своим дуболомом, который уже стал копейщиком. Ну, то есть на таких вот морских картах скауты особо не нужны, по моему мнению. Поэтому я лучше экономикой займусь, чтобы быстрее у меня культура накапливалась, быстрее принималась традиция. Потому что чем быстрее вы закроете традицию, тем быстрее у вас будут города очень быстро отжираться. Потому что закрытие традиции даст бесплатный акведук. Поэтому монумент первым делом наш выбор. А если, еще раз повторюсь, вы играете на карте, где ваши соседи рядом, то есть там пангея, континенты, какое-нибудь внутреннее море, пончик, на котором мы все никак не можем сыграть, фрактал, который тоже может оказаться с большим количеством соседей. Поэтому там первым строим скаута. И монумент не строим вообще, а получаем его бесплатно с легализма. Второй постройкой, как видите, я выбрал святилище. Светилище я строю потому, что у меня аж 4 ресурса на воде. То есть у меня будут 4 рыбацкие лодки. И мне просто кровь из носа надо получить пантеон, который дает молоток за каждую рыбацкую лодку. Потому что это офигенный буст к производству столицы будет. Ведь еще плюс по молотку сейчас в Brave New World дает маяк. То есть у меня столица будет офигенно производственной, если я смогу отхватить этот пантеон. А так как карта морская, то, я думаю, практически у всех игроков сейчас столицы на море находятся. Ну, просто это логично иметь столицу на море на морской карте. Поэтому, я думаю, у них тоже есть ресурсы рядом со столицей. И им тоже было бы неплохо получить этот пантеон. В общем, идея такая. Второй постройкой вы строите либо святилище, либо амбар. Вау, я встретил шашонов. Ну ладно, продолжу пока. Это зависит от того, в какой местности вы появились. И если у вас какие-то пантеоны, которые дадут вам офигенные бонусы в развитии. Ну, с другой стороны, есть просто пантеон, типа, плюс один к производству за каждых трех верующих, что тоже неплохо. Пантеон, который плюс 10% к росту, я считаю, что он не очень классный, потому что он дает 10% от остатка пищи. Это не очень круто. В моем понимании, если вы идете на отжор городов, то вам будет важно производство. Обычно у традиционных городов не очень хорошо все с производством. Поэтому имеет смысл брать пантеоны, которые дают производство. Либо, естественно, те, которые дают много веры. Например, если вы родились в пустыне, естественно, легенды пустыни. Вы тогда сможете религию основать. Если у вас рядом мрамор и камень, то кромлихи берите, чтобы сколько там, два очка веры с каждой каменоломни. То тоже быстро позволит основать вам веру. Ну вот, я уже начинаю строить поселенца. Желательно, чем быстрее вы сможете первых двух поселенцев построить, основать еще второй, третий город, тем лучше. В общем, очередь строительства в городе такая. Сначала скаут. Потом, если вы не открыли еще гончарку, то строите рабочего до открытия гончарки. После этого строите либо святилище, либо амбар. В зависимости от того, есть ли у вас возможность для классного пантеона или нету. После окончания святилища или амбара заканчиваете рабочего. Вот я, как вы обратили внимание, рабочего не строил, потому что я награбил денег с городов государства и смог этого рабочего купить. Что, естественно, тоже дает очень классное прибавление к развитию. Так вот, после строительства святилища или амбара заканчиваете постройку рабочего и после этого строите уже поселенца. Естественно, город у вас должен быть как минимум с населением три. Для того, чтобы строить... Ну, чтобы не отстать в развитии от остальных, я рекомендую строить поселенца при городе с размером в три жителя. Вот у меня четыре уже жителя. Благодаря тому, что у меня офигенное место под столицу, я смог отрастить город очень хорошо. Ну, и тут мы, видите, такая, я разведал местность. Судя по всему, Шашоны находятся внизу, вот за этим проходом в одну клетку, где-то там. Оказалось, все-таки маленькие континенты. Не все, видимо, мы живем на отдельных континентах, а вот я с Шашоном на одном континенте буду. Ну, по-хорошему, конечно, если бы я знал, что у меня будут соседи, можно было бы по-другому играть с зулусами. Но дело в том, что все равно все решаться здесь будет на море, потому что это морская карта. И пойти в военное развитие, чтобы вынести одного ближайшего соседа, но при этом проиграть всю партию я вам настоятельно не рекомендую. Это групповая игра, тут шесть человек, и вынеся всего одного соседа, вы можете так отстать в развитии, что остальную партию проиграете. Здесь важно на таких морских картах как можно быстрее открыть морские технологии, хотел сказать, с драмонами. Давние зрители моего канала знают, какие у меня отношения с драмонами. Чтобы быстрее открыть галиасов, начать их строить и потом проапгрейдить их во фрегаты. Ну и, соответственно, открыть железо, чтобы видеть, где у нас есть железо, и сможем ли мы апгрейдить во фрегаты потом наши галиасы. Города я настоятельно рекомендую ставить на холмах. Вот видите, я сейчас размышляю, где лучше поставить. У меня два варианта. Два варианта с холмами. Я все-таки решаю ставить на нижний. Потому что вначале холм, город на холме, во-первых, получает больше к защите, то есть его оборонять будет проще, а во-вторых, больше производства у него будет. Да, и, к сожалению, город на холме не сможет построить мельницу, которая увеличивает производство. Но до мельницы еще так далеко. И поверьте, тот бонус, который вы будете получать в начале от нахождения города на холме, мельница не сможет компенсировать. Она появляется слишком поздно. Ну и, кроме того, расположение города на морских картах рекомендую ставить так, чтобы его можно было атаковать только с одной клетки. То есть в этом плане верхнее место лучше было, потому что оно именно атакуется только с одной клетки. А вот город, который я сейчас буду ставить, он с двух клеток атакуется. Но дело в том, что и там, и там такое открытое место, что обстреливать город можно с очень многих мест. И там, и там они не очень хорошо защищены. Зато внизу город достанет третьим радиусом до сахара и до китов, и будет пшеница сразу рядом. Ну и самое главное, не будет мешать развиваться столице. То есть и сам будет расти, и на клетки столицы залезать не будет. Ну, если вы заметили, я смог всё-таки первым урвать пантеон плюс производство к рыбацким лодкам, поэтому я в столице одну уже построил. Ну и никогда не тормозите с постройкой поселенцев. Чем быстрее вы при игре через традицию поставите первых три города, три, а не четыре, именно три, потому что четвёртый на маленькой карте, это вот маленькая карта на шесть человек, ещё надо посмотреть, стоит его ставить или нет. Тем лучше будет ваше развитие, и круче вы будете развиваться. Так что, как бы мне не хотелось сейчас по-быстрому наклепать ещё три рыбацкие лодки и получить тут офигенный буст к развитию моей столицы, нет, я сначала построю поселенца. Так, теперь по технологиям. Вот к данному моменту то, что мы открыли, значит, сначала всегда открываете гончарку, чтобы иметь амбар или святилище. После гончарки открываете ту технологию, какая вам понадобится для того, чтобы присоединить ресурсы роскоши рядом с вами. Вот в моём случае у меня ресурс роскоши киты и серебро. Но так как для китов мало открыть ресурс роскоши, надо ещё и строить рабочие лодки, то я решил сначала открыть майнинг, горную добычу, чтобы можно было леса урубать. Вот у меня рядом со столицей несколько лесов. Ну и, соответственно, строить шахты для того, чтобы присоединить серебро потом. И таким образом мой рабочий уже смог немножко добавить молотков при строительстве. После вот этого открытия технологии для ресурса роскоши открываем животноводство, чтобы лошадки появились и можно было пастбище строить. Потом опять открываете технологию, какая вам нужна для ресурса роскоши. Вот в данном случае я наконец-то открываю мореходство. Ну и далее письменность и философия, потому что надо быстро ставить библиотеки, а потом быстро ставить национальный колледж. Естественно, вы смотрите по ситуации, как у вас тут. Может, вам потребуется вырубка джунглей, может, вам потребуется осушение болот, вот эти технологии. То есть вам придётся отойти в сторону. Но я такую универсальную, сейчас вам рассказал линию исследования вот через такое традиционное развитие. Вы же сами видели, что я отклонился немного, чтобы исследовать лучников, потому что тут и шушоны рядом, как-то их отбивать надо. И вот я во втором городе строю лучников. И варвары так немножко слегка напрягают. Поэтому отклонение для лучников было верным. Итак, вот у меня уже второй поселенец построился, третий город. Вот, имеет смысл ставить. Давайте вот поразмышляем, куда бы нам его поставить. Вот вверху неплохое место, но там, опять же, серебро и киты. Те, которые у меня уже есть и так. Причём китов у меня и так три штуки. Вот здесь компьютер предлагает, вот посередине город ставить не рекомендую, потому что это морская карта. Все города должны быть на побережье, иначе вы просто проиграете в производстве кораблей. Проиграете в производстве кораблей, вы проиграете игру вообще просто. Потому что у соперников будет больше кораблей, и они захватят вас. Вот то, что мне внизу компьютер предлагает в пустыне ставить, ну, это вообще фигня полная. Потому что, ну, если ещё отъедаться, есть более-менее ресурсы, там вот я вижу оазис, какие-то ресурсы, жемчуг на море, то отъедаться ради чего? Нету ни одного производственного тайла, ни одной производственной клетки. То есть город хоть может и будет быстро расти, но рост ради роста. То есть всё строится в нём будет очень долго. Поэтому очень плохое место для города, по моему мнению. Поэтому я принимаю решение ставить город рядом с шашонами. Во-первых, и на море получится. И перекрою выход шашонов к моему вот этому полуострову. С его полуострова. Вот это там такой маленький аппендикс, проходик на одну клетку перекрыть. Правда, до туда ещё дойти надо. Так что будем добираться потихонечку. Ну вот ещё раз я смотрю на это место. Ну, блин, ну вообще, ну никакое. Ну, тут даже если Петру построить, то всё равно очень-очень всё плохо. Производства не будет никакого. И рост тоже не особо длительный и долгий. Ну, в столице после того, как вы построили второго поселенца, стройте два подряд каравана. И, естественно, морских каравана. Не наземных, потому что морские приносят и больше золота, и больше еды, если вы переправляете из одного города своего в другой. Ну и производство тоже. Кстати, что строить во втором и третьем городах сразу? В принципе, в универсальном развитии сначала строите амбар, а потом библиотеку. Ну, чтобы как можно быстрее национальный колледж можно было строить в столице. Но, видите, в данном случае я сначала отвлёкся на лучника, а сейчас я строю ещё и рыбацкую лодку, потому что у меня во втором городе, ну, опять же, если пантеон будет работать, то рыбацкая лодка будет ещё и давать молоточек. То есть лучше производство будет. Но в третьем городе вообще сразу строите библиотеку, как только вы поставите. Но так как я поставлю рядом с шашонами, вряд ли у меня получится библиотеку ставить. Ну, вот видите, шашоны зачем-то великую библиотеку построили. У вас в соседях зулусы, а вы строите великую библиотеку. Ну, видите, тут Смертин иронизирует немного. Я уверен, что никто из игроков, кроме шашонов, библиотеку даже не начинал строить. Потому что на этой карте важно поставить как можно быстрее города свои, а не заниматься строительством чудес. Кстати, вот это развитие, это традиционное развитие через 3-4 города подразумевает, что вы ранние чудеса света, естественно, все упустите. То есть вы даже можете о них и не думать. Всё, главное, все производственные ресурсы будут уходить на строительство поселенцев и караванов. Вот это самое важное. То есть вы должны укрепить свою экономику серьезно так, чтобы не было никаких потрясений. Когда у вас стоят уже 3 города и 2 каравана построены, тогда можно и заниматься и чудесами, и строительством армии и так далее. Да, ну видите, я тут еще решил проверить, может сюда куда-то еще можно воткнуть. Потому что, ну такой маленький секрет, обычно лагери варваров появляются в очень хороших местах. И по-хорошему города имеет смысл ставить именно в том месте, где стоит лагерь варваров. Естественно, перед этим его уничтожив. Но в данном случае, видите, лагерь варваров появился просто потому, что ему больше негде было появляться. То есть из всех оставшихся неоткрытых мест, а лагеря варваров появляются только в местах, которые не видны ни одной из наций, то вот это место оказалось единственным самым лучшим. Но оно очень фиговое по-хорошему. Поэтому мне приходится вот третий город везти туда, к шашонам, и ставить его где-то в том месте. Ну, вот все остальное, видите, сами видите на карте, что просто некуда. Да, есть еще место вот там повыше, где олени и киты. Но мне бы хотелось контролировать вот этот проход между мной и шашонами. Тем более, что, ну, видите, тут нету ни юнитов соперника, никого. Вот остальные бы соперники мои, с которыми я играю, конечно, тут либо юнитов держали, либо поставили бы свой город здесь давным-давно. И мне бы не надо было уже сюда идти на 37-м ходу, потому что уже до этого выяснили, где я. Мы встретились, я уже не помню на каком ходу. И они бы быстрее вот в этом проходе ставили город. Вот видите, мне компьютер предлагает рядом с бананами где-то там город установить. Это, видите, и рыбы будут рядышком. Значит, очень неплохое место, и я радостно прусь туда своим поселенцам. Опять же, юнитов в шашонах не видно. Правильно тактически было бы эту область контролировать. Видите, тут перешеек всего в одну клетку. Вот две клетки поставив юнита на клетки с джунглями. Очень легко контролировать этот проход. Но шашонов нету, неизвестно, чего они там занимаются. И я спокойно могу подводить сюда поселенца и ставить третий город. Давайте поговорим по поводу караванов. Вообще, обычно первые караваны пускают в столицу из своих других городов с яблоками, чтобы столица быстрее росла. Но опять же, я вам все время говорю, вот я когда рассказываю стратегии, то народ почему-то начинает им следовать дословно. У вас всегда уникальная позиция в игре. Вы не должны следовать всем стратегиям один в один, как я вам говорю. Я вот поэтому стараюсь, плюс еще, ну давайте на демографию посмотрим, все хорошо тут вроде. Всегда пытаюсь рассказывать об альтернативных вариантах, чтобы вы не следовали бездумно. Вы должны ориентироваться на свою позицию в игре. Вот в данном случае, я хоть и говорю, что универсальная стратегия – это отправлять яблоки из столицы, но я, например, здесь, видите, и первый, и второй караван буду отправлять в города-государства с деньгами, чтобы получить деньги. Почему? Потому что вот сейчас я буду основывать третий город, у меня будет всего плюс два счастья. То есть, если бы я сейчас отправил караваны в столицу, у меня бы столица быстро выросла до нуля, и караваны с яблоками, ну, в смысле, выросла до счастья в ноль, или даже минус один было бы. И получается, что у меня караваны с яблоками, там, ходов 25 или 20, просто бесполезно работали бы, потому что столица не растет, очень много надо яблок для роста, а караваны отменить я никак не могу. Они, пока все свои 30 ходов не используют, будут двигаться. Поэтому, пока у меня немного счастья, и я вижу вот по карте, что я быстро не смогу его увеличить, потому что я встретил только шашонов, с которыми война, не встретил остальных четырех соперников, с которыми я могу обменяться ресурсами счастья, потому что у меня китов аж три штуки, даже четыре намечается. Но обменивать их на другие ресурсы мне просто не с кем, и счастья у меня много в ближайшее время не предвидится. По поводу места для третьего города. Вот видите, чуть выше и левее есть холм, и можно было туда поставить. Кроме того, можно было поставить город на самом перешейке. Тогда мои корабли могли бы переплывать, как бы, вот из одного этого моря в другое море, через мой город. Но дело в том, что я не знал еще, как выглядит карта. Дальше вы все увидите. И я хотел, чтобы мой город захватил сахар и бананы, которые иначе бы мог отхватить шашон. Я просто не видел, где его столица находится, и не знал, каким образом он может их захватить, купить золотом, когда я поставлю свой город, или нет. А сахар мне нужен, еще один ресурс роскоши. Ну и плюс, к тому же, рыба на втором радиусе. То есть очень быстро до нее мой город сможет дотянуться. Ну, я как забегая вперед, могу сказать, что все-таки не очень удачное расположение для города оказалось. Надо было скорее на холм ставить, вот тот, который выше и левее. Ну вот у меня уже второй караван, к сожалению, из столицы я никуда не доплываю. И вот можно посмотреть в списке доступных караванов, куда можно отправить. К сожалению, второй, третий, четвертый по прибыли караваны только наземные в данном случае. Можно отправить следующий караван по прибыли в Набамбу плавательный по морю. Но, к сожалению, я при установке города видел, что там недалеко пиратская Трирема. Поэтому я лучше сначала пожертвую деньгами. Из Умгундул... Умгулду... В общем, вот из этого города со сложным названием. Буду отправлять караваны в Ормус. Чуть меньше буду получать денег. Зато караван выживет, и его пираты не захватят. Правда, вот видно поселение варваров, к сожалению, левее от Набамбы. Но сразу могу сказать, что было правильное решение там отправить караван, и варвары до него не добрались. Ну, собственно, на этом рассказ о развитии в дополнении «Дивный новый мир» по традиции можно считать завершенным. Но вы видите длительность видео и понимаете, что дальше еще будет много всего интересного. То есть я вам сейчас рассказал такую, про в шахматах говорить, то дебютное начало через три традиционных города. В принципе, традиционное развитие, я уже раз повторюсь, это тогда, когда вы не знаете, что делать, развиваетесь через традицию три или четыре города. Вот это такая универсальная, самая часто применяющаяся стратегия. Она проста, понятна и сложностей особых не вызывает. Вот дополнение «Дивный новый мир» внесло некоторые новые факторы, типа караванов и отсутствие денег на море и рядом с реками. Я постарался вам показать, какое развитие, по моему мнению, лучшее в данных условиях. Что будет в видео дальше? Естественно, я не буду показывать полностью всю игру, не буду делать летсплей. Я покажу, чем закончилась война с Шашонами и Юрием Холландским, соответственно. Напомню, что вид этой войны с его стороны, опять же, можно посмотреть на его канале, с его комментариями и так далее, о чем я говорил в начале видео. После этого я покажу вот это развитие в три или четыре города на Пангеи, то есть в другой игре, потому что здесь все-таки получилась довольно необычная и карта, и место, аж четыре водных ресурса, и цивилизация Зулусы, все-таки ей желательно по-другому играть. В общем, тут все слишком необычно, хотелось бы более универсального, такого обычного места, и вот в той игре, что будет дальше, вы это и увидите. Ну и, соответственно, там же вот после показа развития на Пангеи будут итоговые, такое подведение итогов этой стратегии с таблицами, что зачем строить и так далее. И, наконец, после всего этого я покажу, чем закончилась вот данная игра, кто победил в итоге. Вот такое краткое содержание того, что будет дальше в видео. Поэтому сейчас переношусь немножко дальше. Так как игра вот через традицию, через традиционных три-четыре города подразумевает развитие, я не собирался как-то шашонов быстро выносить, рано с ними воевать. Поэтому через несколько ходов, вот от того, что вы сейчас видите, мы заключили мир. Ну и в течение 60 ходов спокойно и мирно развивались. Вот 104-й ход сейчас, видите, у меня столица аж 17 уже. Ну, в принципе, не так много, как могло бы быть по-хорошему. Но я отвлекся на строительство армии. Вот, видите, у меня тут уже скоплено раз, два, три, четыре, пять, шесть метколучников. Имеются мечники и импи, уникальные юниты зулусов. Естественно, прежде я инканду построил. Вот заселил шпиона в столицу шашонов и в единственный город. А Хованский в это время играл одним городом, как вы видите. Построил там кучу чудес всяких разных. Например, Великую стену. То есть будет сложновато его атаковать. Ну и, естественно, я на самом деле сначала и не хотел особо выносить. Но в связи с тем, что такой вкусный город, я не мог позволить, чтобы его захватил кто-нибудь с другой. А вот видите, открыта карта, и там подбирается к шашонам снизу Вавилон. Отдавать Вавилону такой вкусный город, как шашонский. Вот тут Хованский переименовал его название и написал по-русски. Поэтому реально название не видно мне. Не переименовывайте, я вам рекомендую, во время сетевых игр, города русскими буквами. Потому что тогда они не видны у тех ваших соперников, кто играет не русифицированной версией. Вообще, конечно, на такой карте правильнее было бы нападать кораблями и захватывать там голиасами. Но, к сожалению, видите, у меня получилось, что мои основные производственные города в другую сторону от континента расположены. И я никак не могу голиасами столицу шашонов захватить. Поэтому пришлось строить наземные юниты. То есть, отвлечение производства немножко в другую сторону. Но пришлось вот исследовать арбалеты для того, чтобы я смог захватить столицу шашонов. И немножко отстал я от исследования морских юнитов, чем занимались, например, мои другие соперники. Вообще, оказалось, что пять моих... То есть, я и остальные четыре соперника находимся на одном вот таком вытянутом длинном континенте. То есть, Зулусы, Шашоны, Вавилон, Бразилию вон вы видите. И чуть левее, там, где не открыта карта, еще и гуны находятся. И вот такая странная вытянутая кишка, на которой пять соперников. И поляки одни на другом острове. Хотя изначально я думал, что все будут на каком-то отдельном мост. Каждый на своем острове, ну, может быть, еще двое вместе окажутся. А вот оказалось, что вот так. Ну вот, я дождался арбалетов. Сейчас апгрейдю всех своих метких лучников в арбалеты. Специально я копил деньги для этого, не тратил. Напомню, что апгрейд метка лучника в арбалет стоит 70 золотых. Вот, исходя из этого, и надо строить метких лучников, чтобы вам хватило на апгрейд всех ваших юнитов. Ну что, армия готова, пора начинать войну. Как видите, всего четыре юнита у Шашонов. Два метка лука и две катапульты. Зачем им катапульты, не очень понятно. Видимо, он когда-то планировал мою набамбу захватить, но не получилось. Ну, где-то вот в начале игры было. И как-то, видите, он тормозит с отводом войск. Даже меня не обстреливает. Так что я спокойно двух метка лучников уничтожил. И продолжаю наступление. Видите, я тут построил много дорог. Вокруг набамбы. Именно для того, чтобы мои юниты могли быстро перемещаться. Кроме того, инканда дает улучшение для юнитов рукопашных, правда, которые позволяют им перемещаться на три клетки. То есть мои мечники и импи перемещаются на три клетки. И благодаря этому вот стена, Великая Стена Шашонская, мне не очень-то будет и мешать. Тут главное подвести арбалеты поближе, чтобы можно было столицу обстреливать и захватить ее. Но, видите, пока у меня все равно проблемы некоторые с логистикой. Слишком много юнитов я построил. По-хорошему, можно было намного меньше делать юнитов. Тем более, что вряд ли они мне понадобятся после захвата столицы Шашонов. Переключаемся в 2D режим. В войне лучше использовать его. О, еще и генерал родился. Очень хорошо. Все в тему, пускай будет. Но, вот видите, у меня импи на две клетки, несмотря на то, что это территория Великой Стены, все равно импи на две клетки перемещаются, потому что у них есть вот это продвижение от Инканды. Так, видите, я закрыл традицию и пошел по Exploration. Это исследование, по-моему, по-русски переведено. Потому что морская карта, а именно эта ветка социальных политик, дает лучшие бонусы для морских карт. Во-первых, на одну клетку перемещение и обзор для морских юнитов. А во-вторых, вот сейчас я взял плюс три молотка в каждом прибрежном городе. А у меня города как раз на побережье, так что очень хороший производственный бонус. Дальше, может быть, вот когда я перейду уже в новое время, буду рационализм открывать. А пока вот на этой карте Exploration лучший выбор. Ну, вот видите, немножко тут, не совсем тут удачно перемещаю юниты. Как-то так затормозилась слегка атака. Но главное расположить арбалеты вокруг столицы и начать ее обстреливать, чтобы можно было захватить. Ну и для зулусов, конечно, более выгодно иметь рукопашные юниты, потому что у них содержание на 50% меньше именно для рукопашных юнитов. И Инканда дает улучшение только для рукопашных юнитов, опять же. То есть такая нация, заточенная на рукопашную войну. Интересно, что игроки в ЦИВУ пытались выяснить в дуэльных матчах, кто лучше, гуны или зулусы. Потому что обе эти нации выглядят очень читерными военными нациями. И оказалось, что все-таки гуны намного круче, чем зулусы. Именно благодаря тому, что у гунов плюс один молоток от лошадей, за счет этого у них производство выше, и они могут больше армию строить, даже если не брать во внимание их же читерных конных лучников и этот таран. Кстати, обратите внимание, как интересная карта вообще получилась. Вавилон находится в такой бухте, в заливе определенном. То есть, чтобы его завоевывать, надо контролировать этот залив. Причем, вот так получается, что воевать с ним могу только я. Да, конечно, бразильцы могут оплыть свой вот этот полуостров, но им это будет очень неудобно. Тем более, что, судя по всему, у них там и гуны рядом, и поляки где-то тоже в той стороне находятся. А тут получается, что все города Вавилона, ну, кроме последнего, третьего, ну, как и у меня, собственно, третий, он не самый производственный, так и у Вавилона тоже, но два основных, столица и второй город, выходят вот в этот залив, куда, собственно, выходит и у меня, и моя столица, и мой второй город. То есть, здесь, если будет война, то вот между нами двумя. И очень опасно это дело, потому что Вавилон-то явно технически меня превосходит. Все-таки такая научная нация. И я боюсь, как бы он раньше меня во фрегаты не вышел. И таким образом я могу очень быстро свой второй город потерять, а там и столицу. Так что здесь я, конечно, воюю с шушонами, но надо будет... Вот, смотрите, третий город, Дуркурк... Боже, ну что за название? Он находится сразу за столицей шушонов, и, по идее, можно волной такой пойти и его завоевывать. Но он расположен в такой неудобной местности для захвата, что, думаю, этим не заниматься все-таки. Вот столица шушонов лакомый кусок со всеми чудесами света, которые в ней построены. А вот дальше города Вавилона. Ну, с другой стороны, можно с ним повоевать, так как у меня есть армия, то повоевать для остановки его технического развития чуть-чуть. Вот. Но как бы ко мне не приплыли фрегаты, меня вот это вот волнует. С другой стороны, если он пошел во фрегаты, то, значит, у него наземные войска будут не очень продвинутые. Я смогу там хоть немножко-то пошебуршать в тылу. С другой стороны, опять же, повторюсь, что подход вот к этому дур-кур-мур-зур-бур-бурлу очень сложен. Ну, пока я тут вяло подбираюсь к столице шушонов, давайте опять небольшая историческая справка по поводу зулусов. Вообще, почему-то многие думают, что Шака – это какой-то древний правитель зулусов. Нет, на самом деле он жил в конце 18-го, начале 19-го века. Вот так поздно у зулусов появилась государственность. В принципе, вот быстрая колонизация Африки европейцами происходила как раз за счет того, что вот на африканских территориях, где жило негроидное население, особой государственности-то и не было. Было довольно легко завоевывать эти территории и отправлять жителей в рабство. А вот в районе, где появились зулу, сначала, причем как бы Шака был не первый правитель, консолидация началась с другого вождя, дайте сейчас я гляну его, погоняло, потому что сложно читается, Дингисвайя. Вот он первый начал консолидацию племен, а Шака уже окончательно его завершил, и военные все реформы именно Шака проводила. Вообще довольно такой суровый товарищ был, хоть и прожил мало всего 41 год. И вот интересно по поводу Инканды. Видите, в игре она заменяет бараки и дает определенные бонусы войскам. Но на самом деле ее предназначение в реальной жизни было немножко другое. Да, это были казармы для войск, так и есть, но на захваченных территориях. Именно для того, чтобы там не начинались восстания. И самое интересное из того, что я прочитал и узнал, даже я этого не предполагал, они управлялись родственницами Шаки. Тетками, сестрами. То есть этими Инкандами управляли женщины. Вот прикольно, да? Ну только не подумайте, что женщины войсками управляли. Инканды, в Инкандах квартировались войска зулузские, и ими, естественно, управляли мужчины, которые, звание которых было индуны. Индуны вот управляли войсками, а вот женщины, эти родственницы Шаки, это считайте как, ну, мэры или городские управляющие при Икандах были. Ну вот и подошло противостояние с Юрием Хованским. Собственно, тут последние обстрелы, и сейчас я буду захватывать город. Оттягивал как мог уже, но пора, пора. Спасибо Юре за игру, спасибо, что прорекламировал мой канал у себя. Если вам, еще раз повторю, интересно увидеть это видео со стороны Шушонов, то на его канале есть это видео. Ссылка висит у меня вот здесь в аннотациях, либо в описании к этому видео. Смотрите. Ну, а дальше, после захвата Шушонов, сейчас мы эту партию отложим немного в сторону, и еще раз я вернусь к развитию в 3 или 4 традиционных города в дивном новом мире. Да, с Хованским есть еще одна идея. Сделайте видео по Циви немножко в другом формате, но об этом, если уж сделаем, тогда и увидите. Итак, играю за Марокко. Карта Фрактал. Четыре игрока. Ну, собственно, Фрактал это практически та же Пангея. Очень редко тут на разных островах бывает. Что-то стормозил, начал запись с третьего хода, но тут ничего, как вы понимаете, не происходило. Итак, основали город, ставим фокус на еду, и первым делом строим скаута. Все, как я вам и рассказывал. После постройки скаута начинаем строить рабочего до того момента, пока не откроем гончарное дело. Новый житель у нас появился, все ставим на еду фокусной. Фокус на еду. И, точнее, жителей лочим на клетках с едой, а фокус на производство, чтобы при рождении нового жителя быстрее строилось все, что там у нас строится. Как видите, я где-то посреди карты, хотя вот тут море недалеко. Но, в принципе, я нашел уже место под второй город, вот где гуляет мой дуболом. Очень классное место под второй город. А так как я играю за Марокко, то очень желательно города ставить где-то в районе пустыни, потому что уникальное улучшение Марокко-казба строится только в пустыне. И вот, кстати, уже нашел Византию. И уникальный юнит марокканцев, их кавалерия, не помню, как она называется, тоже имеет бонус именно в пустыне. Итак, после открытия гончарного дела переключаемся сразу на строительство святилища. Видите, в данном случае не амбар, а святилище, именно потому что Смертин написал, что одна пустыня, значит, у нее тоже есть пустыня, а это значит, что пантеон легенды пустыни мы должны выхватить, а не кто-то другой. И он очень нам поможет основать религию. Тем более, что у меня вот и второй город тоже будет в пустыне. И исследуем календарь, потому что рядом с городом, как видите, раз, два, три, три ресурса благовоний. Маракеш растет, и так как у нас больше нету хороших ресурсов с едой, то вот можно прикупить клетку с алмазами и переключиться уже на производство. Тут мало того, что два молотка будет, так еще и три золотых. У нас так неплохо золото будет прибавляться. И явно святилище мы построим раньше всех, и явно легенды пустыни тоже отхватим раньше всех. Вот в данном случае у нас, в принципе, неплохое место. А хотя я же про Майя забыл. У этих гадов, у них же пирамида, которая мало того, что науку дает, так еще и веры чуть больше. Но будем надеяться, что мы первые открыли гончарное дело, и Майя немного повременят со строительством пирамиды. Тогда мы успеем легенды пустыни быстрее их взять. Да, что-то я... Ну и еще, к тому же, есть вариант, что кто-то город-государство встретит с верой. Тем не менее, мы точно первыми строим святилище, я так думаю, и хочется верить, что возьмем легенды пустыни. Это нам очень-очень пригодится. Ну и после достройки святилища, как видите, начинаем... Продолжаем, точнее, достраивать рабочего. Это вот все классическое развитие, от которого я отходил в сторону при игре за Зулусов. Думаю, многим интересно, вот как эта игра, как эта стратегия работает против компьютера. Потому что я вам показываю это все в сетевой игре, против живых соперников. Так вот, против компьютера тоже работает очень неплохо на сложности. Я, во всяком случае, играл на Императоре и на Бессмертном. Очень классно. На божественном уровне, вы как знаете, я не люблю себя мучить. Единственное, что на этих уровнях все-таки, наверное, не стоит делать фокус караванов на еду, а делайте фокус на торговлю с другими нациями. Потому что компьютер всегда будет впереди вас по науке, и благодаря торговым путям с ним вы будете много науки получать. Тем более, если вы играете, типа, за нации, как Марокко, вот в данном случае, которых бонус как раз за международные торговые пути. А так очень классно тоже работает на развитие. Тем более, что компьютер стал более покладистым, не таким воинственным. И очень хорошо вот четыре города поставить и развиваться. Ну, в принятии общественных институтов все очень просто. Традиция, легализм, потом земледельческая элита, монархия, аристократия, и закрываем традицию. Если вдруг у вас внезапно будут какие-то офигенные проблемы с счастьем, хотя, как это может быть, но вдруг, то вместо земледельческой элиты сначала монархию, а потом земледельческую элиту. Ну, на самом деле, все равно земледельческая элита лучше, по моему мнению, просто потому, что она дает производство. То есть, она, конечно, дает яблоки, но за счет того, что она дает яблоки, вы можете переключить жителей с яблочных клеток на производственные. И таким образом, получается, что у вас больше производства. Даже если у вас нету счастья, чтобы расти, то просто переключайтесь на производство. Итак, видите, я сейчас все-таки успел первым взять пантеон на легенды пустыни, на веру от пустынь. Это радует. И значит, у меня в игре будет вера впереди. Я смогу основать религию. И вот это тот случай, когда действительно имеет смысл строить святилище. И сразу после святилища я начинаю строить поселенца. Я там сначала амбар поставил, но это просто потому, что я спешил быстро принять пантеон. Тут убрал все мешающие значки и быстро принимал пантеон. Ну вот, я рассматриваю место для второго города. Очень классное. Вот на этот холм я буду ставить город второй. Несмотрите, что рядом с ним нету реки. Он все равно будет считаться поставленным на реке, потому что рядом оазис. Оазис почему-то выступает вот такой рекой. И за счет того, что оазис, там можно будет очень много где поставить... О, смотрите, Византия пошла по набожности. Очень интересно. Очень много где фермы поставить. И то есть город будет офигенно расти. Плюс к тому, возможно, именно в этом городе лучше ставить Петру. Потому что в столице вообще нету Петрохолмов. То есть Петра не так классно будет работать, как вот в этом втором городе. Другой вопрос, что остальные мои соперники тоже вроде как в пустыне появились. И упускать Петру ради того, чтобы она появилась во втором городе не хотелось бы. Тем более, что у меня еще есть уникальные улучшения. У Марокко казба. То есть если я в столице построю Петру и плюс еще и казму, казбы вот на этих клетках пустыни, то они будут выдавать очень неплохие ой, Смертин в Кабуле спер рабочий. Он далековато, Кабул, от Майи вообще-то. Ну, неважно. Будут очень неплохие выдавать плюшки. То есть от Петра и от казбы очень много всего вкусного будет. Интересно, смотрите, Византия приняла пантеон на очки веры, если они рядом со своим городом воюют. Что-то меня волнует их такая воинственность, набожность. Вот такие пантеоны берутся. Хотя, может, он за счет варваров так пытается просто по-быстрому веру набрать и основать религию. Ну, будет все дальше видно. Хотя, я вам чисто развитие показываю, не думаю, что буду до конца эту игру вам демонстрировать. Еще раз давайте пройдемся по плюсам и минусам этой стратегии. Минусы в том, что вы не будете строить ранние чудеса света, хотя, если вы смотрели мои видео, вы знаете, что я в принципе против таких ранних чудес. И второе, у вас будет не очень сильная армия, то есть вы вначале играете на развитие. Но дело в том, что в Brave New World так сделано развитие, что и невыгодно особо иметь в начале армию. Но никогда не забывайте следить за демографией. Если ваш сосед начал вооружаться, то вам придется некоторое время забросить свое развитие и углубиться тоже в строительство армии. ну вот я построил первого поселенца поведу на запланированное мной место после поселенца. Можно скаута построить, но в связи с тем, что у меня тут как-то варвары разгулялись, я решил все-таки воина построить. Лучники у меня еще не исследованы, поэтому их строить не могу. Буду строить воина, чтобы немножко отбиваться от варваров. скаут хорош тем, что он дешевле практически в два раза воина, его быстрее можно построить и таким образом варвары его не очень сильно убивают. То есть на начальной стадии игры скаут сможет выдерживать наступление варваров. Но я решил все-таки воина построить. И после война еще один следующий поселенец будет. Минусы стратегии вот собственно только эти два. Больше мне не видится никаких других. Зато плюсов очень много. Вы очень быстро получите большие развитые города, устоявшуюся экономику, которая очень быстро наберет оборот и к ходам 60-ым на быстрой скорости в сетевой игре вы будете иметь развитую империю. Тем более такую сплоченную из четырех трех городов, каждый из которых может выдавать продукцию очень быстро и качественно. Вообще, конечно, если есть такая возможность, то предпочтительно ставить города на море, а не на суше, как у меня эти два города стоят. То есть, в данном случае мое развитие зазулусов было лучше, естественно. Ну вот, ставлю второй город, здесь сразу начинаю строить амбар, для того, чтобы потом из Рабата в Марракеш пустить караван с яблочками, и Марракеш будет как на дрожжах расти. Но, видите, в этой игре далековато. Я от моря был, даже если пошел гулять поселенцем в поисках моря, я вот вижу, что здесь мест особо классных рядом с морем и нет. Хотя, вот, третий город я планирую вот ниже и правее ставить, где рыба, бананы и мрамор. Вот, в этом месте. Но, если у вас есть выбор, то, естественно, не уходите с моря. Вот, до выхода Brave New World многие уходили с моря, боясь того, что на них нападут корабли соперника. Но, сейчас, дело в том, что вы потеряете в развитии тогда, в отличие от не побоявшихся остаться на побережье. И три города на побережье это очень круто, потому что морские караваны дают и денег в два раза больше, и яблочек, и молоточков. То есть, намного круче все будет. Так, теперь давайте разберем, что в каком порядке строить в столице. Значит, первым делом скаута, естественно. Потом рабочего до тех пор, пока у вас не открылось гончарное дело. Как только оно открылось, вы строите либо святилище, либо амбар. В зависимости от того, сможете ли вы использовать пантеон как-то хорошо для вашей нации или нет. После строительства амбара святилища заканчиваете рабочего. После рабочего строите первого поселенца, после поселенца скаута или, если потребуется, какой-то военный юнит, и после скаута еще одного поселенца. После третьего поселенца два раза подряд караваны. То есть, ко второму каравану у вас уже должно мореходство быть открыто, чтобы можно было его построить. Ну, для второго и третьего города я не буду таких таблиц сделать, тут все просто. Желательно во втором городе вначале амбар, а потом библиотеку. Ну, видите, я постоянно отвлекаюсь от этого плана, потому что нужны войска. А в третьем городе библиотеку вообще желательно прямо аж купить. Вот у меня, видите, 253 золота, и как раз у меня к установке третьего города должно скопиться 300 золотых. Это как раз достаточно для покупки библиотеки в третьем городе. Я сразу смогу в столице строить национальный колледж, то есть у меня с наукой будет все тип-топ. Ну, а амбары вот во втором и третьем городе нужны для того, чтобы из этих городов можно было караваны с яблоками отправлять в столицу, и чтобы ваша столица очень-очень быстро росла. Естественно, второй и третий город нужно внимательно выбирать очень хорошие места, обязательно с ресурсами роскоши, чтобы у вас рост городов не прекращался из-за того, что у вас несчастье в вашей империи наступило. Вот у меня очень хорошие такие места. Во втором городе хлопок, не говоря уже о большом количестве овец, коров и лошадей, то есть очень неплохо будет конюшня работать. Да, конечно, не стесняйтесь украсть рабочего у города государства, но вот я считаю, что в этом аддоне много воровать рабочих не стоит. Вот одного рабочего вполне достаточно украсть. Иногда еще прокатывает двух украсть, то есть, но чаще всего города государства после второго воровства рабочего начинают обижаться в массовом порядке, а иметь хорошее отношение с городами и государствами мне, как мне кажется, важнее, чем рабочих. Так, очередь чего мы еще не рассматриваем? Ага, исследования. Ну, вначале исследуем гончарное дело, чтобы светилище амбар заиметь, потом технологию для присоединения роскоши, вот в данном случае календарь нам нужен был, третье животноводство для появления лошадей на карте и возможности строительства первого каравана, потом опять технологию для присоединения роскоши, в данном случае горная добыча, чтобы вот алмазы присоединить, далее письменность, потом мореходство и философия, письменность для библиотеки, мореходство для второго каравана, ну и философия, естественно, для национального колледжа. Немножко вперед перенесусь, видите, заканчиваю, на 72-м ходу будет построен у меня национальный колледж, слегка подзадержался, и вверху у меня стоит поселенец и ждет, когда национальный колледж будет построен, потому что если я сейчас поставлю город, то придется там еще строить библиотеку, а денег купить ее у меня нету, поэтому я хочу сначала закончить национальный колледж, а потом уже поставить четвертый город. Место под него очень хорошее, там два железа, олени, ну у меня там поселенец под защитой дуболома стоит, так что все нормально, вот мои два каравана уже тут бегают, открыто инженерное дело, можно и третий караван уже строить, так что все с экономикой очень неплохо, города растут тоже очень неплохо, все прям аж замечательно, и даже по-моему у меня религия, да, ведь и религия уже основана, так что вот плюс четыре золота от, плюс одно золото от каждых четырех последователей и плюс процент продукции за каждого последователя, так что все очень неплохо. Это все благодаря действию через это начало традиционное. Теперь давайте вернемся к той нашей начальной игре, где я играл за Зулусов, чтобы посмотреть, чем она все-таки закончилась. Напомню, мы ушли на 111 ходу, а на 118 ходу Вавилон объявил мне войну. Ну, в принципе правильно, вот я его дур куригал зу взять не могу, потому что очень такая местность непроходимая, зато он взять Шашонов вполне может постараться, потому что тут местность более открытая, несмотря на то, что у меня великая стена, все равно развернуться есть, где в отличие от этого дур куригал зу. Неужели у Вавилона такой город был? Сейчас я гляну. А, ну видите, я тут с Вавилоном торговал вовсю всякими сладостями, а так как он объявил мне войну, у меня сразу резко минус 19 настроения стало. Это прикиньте, какие у меня тут сейчас штрафы. О, ну все, моим каравелом хана. Зря я их подставил еще под один удар. Так бы пришлось следующим ходом убивать. Ну ладно, к сожалению, видите. И вот обратите внимание на карту, какое интересное расположение у Вавилона и у меня. Вавилон вообще вот в таком каком-то заливе находится, до которого опять же только я и могу добраться. Так, ну мне этот рабочий не нужен. Я его удаляю, только зря содержание тратится. А, у меня еще был какой-то караван, видимо, в Вавилон один. Так, у меня было четыре их до объявления войны. Так, да, жалко. Ну, что ж поделать, зато Инканду я зачем-то отдал. Но смотрите, зато вот здесь очень классно поставить сейчас генералам крепость и я, во-первых, сразу отхвачу территорию прямо под Дуру-Кури-Галзу. Кроме того, я отхвачу Мачу-Пикчу. Видите, вот на горе построена Мачу-Пикчу. И если вы генералом отбираете эту территорию, то ваш соперник лишается этого чуда. и у него не будут бонусы идти за торговые пути, которые идут от Мачу-Пикчу. Имейте в виду. Правда, вы ее не получаете, но тут главное сопернику насолить. И кроме того, вот это расположение крепости там не позволит сопернику никак ее обратно отвоевать. Ну, то есть, ему сначала придется там, по-моему, три клетки территории купить рядом с городом. Причем там нету никаких дорог, ничего, его генерал будет долго и муторно там идти, чтобы наконец там поставить крепость и вернуть обратно Мачу-Пикчу, хотя бы мою крепость захватить. А плюс еще к тому, у меня же Великая Стена, благодаря захвату Шашонов, поэтому я могу расслабиться и особо не волноваться по поводу его перемещений. Так, следующим ходом у меня открываются фрегаты. Слава Богу, железа у меня достаточно, денег тоже, и я смогу апнуть вот эти свои глясы быстро во фрегаты. Главное, желательно, чтобы мой соперник не видел, что я их апаю, и ну, мне бы хотелось, чтобы он подошел к фрегатам и испугался, что у меня уже фрегаты своими глясами и смотался оттуда. я смог бы вот, видите, я смерти науговорил все-таки поделиться со мной роскошью. Да елки-палки. Я своими, я как всегда, в общем, я занялся фрегатами, забыл про генерала своего, и мой соперник воспользовался ситуацией, убил импи, который защищал генерала, и, собственно, прибил и генерала тоже. Да, вот, пишу в чат, как всегда, отдал генерала. Но хоть отогнал армаду глясов, в связи с тем, что успел апнуться во фрегаты, ведь и глясов не видно. Так, теперь по клеточке, по клеточке будем аккуратненько подбираться и смотреть. Ага, вот, глянул, все правильно, на проходе стоит в этот залив. Кстати, Ереван похожий союзник Вавилона, то есть, он меня тоже будет обстреливать, так что я не очень удачно фрегат вот сейчас поставил. Но плюс в том, что у меня уже фрегаты, а тут гляса, поэтому я смогу нанести нормально урона. Вот, это не очень удачная, конечно, ну, могу все равно через вот, через землю обстрелять гляс, да, неплохо. Ну, ага, и он пошел тоже в наступление. У него были припасены ходы у гляса, видите, он обстреливает там мой фрегатик маленький, несчастненький. Ух ты, ну что, убьет этим ходом? Да. Он, тот человек умеет играть, понимаете, он оставил ходы у своих глясов, то есть, не полностью их истратил. И, как только я подошел, истратил свои ходы, он, видите, меня обстрелял. Вот, поставил каравеллу, так, чтобы я не мог свой этот фрегат убрать. И сейчас будут большие проблемы следующим ходом у моих фрегатов. Начинается следующий ход, надо попытаться как-то разбомбить эту каравеллу и спасти фрегат, но боюсь, что я нифига не успею. Ну, 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 да. Каравеллу я убил, но слишком поздно. Ну, зато дальше уже глясы не будут нападать, потому что они потратили все ходы, перекрыли проход другим кораблям Вавилона, и я два фрегата потерял в столкновении с Голиасами и смог только убить одну каравеллу взамен этого, одну каравеллу и ранить Голиас. Прямо, скажем, не очень равноценный размен. Ну, и вот пошел Вавилол в нападение, а вот поставил бы я тут крепость и ничего такого бы уже и не было. как-то слабо импи на рыцаря нападает. Ну, ладно, хоть так его добьем. Ну, и мечник с инкандой, ага, тут что, рыцарь, пытается ферму разграбить потом. Ну, в общем, видите, Вавилон пошел в наступление. Вместо того, чтобы его нападение затормозить своей крепостью, я проспал у генерала и вот сейчас отгребаю на всех фронтах и на морском фронте и на наземном. Ну, тут вообще классное именно расположение карты расположения наших наций, потому что тут реально даже никто не может вмешаться в эту борьбу, потому что всем неудобно и плыть неудобно, и пройти неудобно, вон неизвестно где все остальные нации. А мы тут плотничком с Вавилоном и вот этот залив, конечно, кто будет его контролировать, тот и классный чувак. Ну, видите, я тут просто просыпаю все потери, потому что пока я на одном части фронта там разбираюсь с рыцарем, с другой стороны ко мне подплывает Голиас и соперника и обстреливают. Вот тут как-то не знаю, должны как-то сообщать. Тут, конечно, появляются надписи, что обстреливается, но вот у меня лично взгляд за них не цепляется вообще. Мне кажется, что еще стоило бы на мини-карте как-то мигать в этот момент, когда обстреливают вот в другом месте ваш юнит, то есть, чтобы там была какая-то еще оповещалка, чтобы я сразу мог понять, куда мне тыкать мышкой, когда идет обстрел. Может, это вообще там и с другой стороны еще кто-нибудь напал, фиг его знает. В общем, я сейчас опять тупо потерял фрегат на ровном месте. Да, я все, что не относится к военным действиям, сейчас просто проматываю, чтобы вам интересно было смотреть. Тут уже в развитии дела не идет никакого. Все развитие я вам показал в начале видео и потом еще на примере Марокко. Так, ну вот, так, ну хоть Голиас там один убил, и то неплохо. Смотрите, какую вообще армию скопил Вавилон там втихаря сидя. Вообще классно Вавилоном играть, потому что наука прет с самого начала очень хорошо. И можно слегка как раз на науку подзабить и заняться вот постройкой армии, чем, собственно, Вавилон, что Вавилон и делал. И еще раз очень-очень жалко, что я не смог крепость генералам поставить по собственному какому-то засыпанию. Иначе бы войска Вавилона не смогли бы вот на этот оперативный простор вырваться. Видите, соперник как грамотно рыцарей использует, причем обводит их по моим границам, чтобы не попадать в действие Великой Стены. Все очень правильно. Так, ну попытаемся спасти фрегат. Ага, как раз успел вылечить очень хорошо. Все равно его прячем в город, и этот Голиас пока к столице. пока нету денежек на апгрейд, будем его прятать. Успеем рыцаря убить? Успели. Очень хорошо. Он пока арбалетов этих моих не может никак обстреливать и дотянуться тоже не может, потому что не хватает очков движения в... Видите, разграбление пошло. Ну, слава богу, что... Правда, вот каравеллу, мне бы каравеллу убить, но Голиасы, слава богу, могут только по прибрежным клеткам двигаться, поэтому не все так уж плохо. Вот появился фрегат в моем третьем городе, но в связи с тем, что он выходит на другую сторону мирового океана, и я вот его не на перешейке поставил, то не могу его послать на помощь тем моим кораблям, которых Голиасы убивают. Да, совсем забыл отметить, что где-то заход или за два до начала войны с Вавилоном Польша захватила гунов. Ну, у гунов был, правда, только один город, они через один город играли, и Польша их захватила Голиасами. Там гуны пытались как-то и с Вавилоном повоевать, но, видимо, далековато были, только с городом-государством, который захватил Вавилон, повоевали, и через некоторое время к ним приплыла Польша, которая там втихаря на острове развилась, и все, и захватила, так что гунов у нас в игре тоже больше нету, нас осталось четверо, причем мы, как видите, с Вавилоном воюем, у Польши уже завоеванная столица гунов, но и Бразилия там развивается, так что на самом деле война, моя война с Вавилоном на руку Польши и Бразилии больше, чем нам с Вавилоном по-хорошему-то, потому что все ресурсы, видите, идут на строительство войск, фрегатов и так далее, ну, видите, тут уже серьезные силы пошли на захват бывшей столицы Шашонов, Накопил, накопил Вавилон войск вовсю, ну, хорошо, хоть в науку не уходил, правда, потом там мой третий город может пасть таким образом, тут от столицы Шашонов к третьему городу проход очень близкий, ну, как видите, мне удается отбиваться от атаки, силы Вавилона теряют больше, чем я, слава Богу, однако, атака серьезные, это хорошо, у меня тут арбалетов куча еще есть, и мне, я могу в своих основных городах строить фрегаты, мне кажется, основная основная битва будет происходить на море, потому что и города Вавилона, и мои города легче брать с моря, чем вот так вот идти по земле. Промотаю немного вперед, поднакопил я морских юнитов, как видите, мой соперник все еще не открыл фрегат, ну, может, и открыл, просто еще не проапгрейдил их, галиасово фрегаты, и поэтому я могу тут немного вытеснить на этом, в этом проливе. А вот и фрегаты на стороне Вавилона, так что больше я его не могу теснить в этом проливе. Еще немного вперед скакнули на один ход, и вот здесь мы пытаемся, видите, взять под контроль этот пролив, то я, то Вавилон периодически скапливает тут большинство кораблей, но и мы свои уже не теряем, отводим на ремонт, но вот видите, здесь под столицей Шашонов Вавилон использовал генерала и отъел территорию, теперь намного проще ему будет нападать, потому что там была такая местность очень неудобная для нападения, а вот пример моего отступления, чтобы не потерять фрегаты, то есть вот мы периодически лечим свои корабли, потом опять встречаемся в этом проливе и нападаем друг на дружку, но вот видите, я тут уже начинаю отступать от столицы Шашонов, еще чуть-чуть вперед проматываю, вот тут я сейчас попытался запереть его Голиаз и фрегат, чтобы он не убежал, но не успел, быстрее все-таки передвижение, быстрее клик у Вавилона, но думаю, хотя бы этот Голиаз я тут оставлю, да, попытаюсь, нет, не хватает, к сожалению, видите, придется убивать его, не хватает у Капера нападения, чтобы перехватить его, но попытаемся, ну, не знаю, не очень может правильный ход, так, а теперь я Капером смогу его, да, чуть-чуть не хватает, к сожалению, будем шифтом, видите, я решил шифтом нападать, тут подставляю раненого фрегата, тоже не факт, что правильное действие, но в своих городах постоянно строю фрегаты, еще, еще, потому что флот надо пополнять, вот уже 15 ходов у нас идет война, такая, с попеременным успехом, теряем юниты, что я, что вавилон, и вся наша империя, что моя, что вавилонская, работает только на строительство юнитов, что, конечно, очень не фонтан, а в это время поляки и бразильцы развиваются, торгуют, но у меня потеряны все торговые пути, разграбил их вавилон, к сожалению, мне не хватает возможности их восстановить, построить, потому что все идет на строительство фрегатов, но на сухопутные войска у меня вообще не хватает сил моей империи, а вот вавилон каким-то образом может поддерживать и численность сухопутных войск, и численность морских юнитов, поэтому он немного вот на суше меня, конечно, теснит, на море я пока еще могу сдерживать вот тот перешеек, слава богу, и там у нас равная идет борьба. Так, ну, я люблю действовать как бы поагрессивнее, особо не оттяженности, оттяживаться в обороне, если есть войска, то нападать. Значит, вот я пока взял под контроль этот пролив, давайте, что нам тут сидеть, давайте немножко двинемся вперед, попробуем тут пошебуршать всего войсками, вот, поуничтожать, вот, к сожалению, убрал фрегат, так, но вот стоит этот капер, очень, он меня смущает, надо попытаться его уничтожить, вот, видите, уже фрегаты какие-то подобрались, то есть, у него были спрятаны там фрегаты, вот еще глясы участвуют, ага, видите, я успел раньше пододвинуть фрегат, чем он капером пытался перехватить мой фрегат, и поэтому капер у него всего на одну клетку передвинулся, но у меня, к сожалению, нечем его добить, поэтому будем в начале следующего хода играть у кого клик быстрее. Итак, на старт внимание, о, вот это я обожаю, как всегда, лечилка появляется, и как думаете, нет, я успел, блин, кликнул, ну давайте добиваем капера, и убираем своего фрегатика, лечиться, куда я его поставил, по дурости, так, давайте ригля смочим, и капером, надо капером его ловить, это я вот странно сейчас в ход сделал, лечилка догадывает, что капером, нет, он уже не перехватывается, так, отлично, продолжаем бомбить, а вот, что интересно делает, а, он, видимо, с сухопутными войсками сейчас был занят под столицей Шашонов, вот теперь переключил свое внимание на морские юниты, вот, подтягивает фрегаты и Голиаз, так, ну что, под капер пал смертью храбрых, смогу ли я тот фрегат спасти потом, ну, на фрегат на следующем, в следующем ходу посмотрим, спасется он или нет, а вот столицу Шашонов я спасти смогу вряд ли, как видите, Вавилон мстит за Шашонов, если Юрий Хованский сейчас досмотрел вот до этого места, то вот Вавилон забирает столицу Шашонов в свои владения, отбил у Зулусов военный трофей, но видите, я особо внимания не обращаю там на расстрел столицы Шашонов, потому что мне важнее флот, на этой карте флот очень важен, и главное мне его спасти, а потом мы уже займемся так, надо вообще выводить из порта, блин, не успел, видите, вот он, видите, как человек соображает, как он быстро двигает, все, да, захватил каперов, капером захватил столицу Шашонов, и я там потерял фрегатик, причем целый абсолютно, потому что стормозил с выводом о чем-то думал в это время, да, жаль, жаль, после почти 30 ходов войны я заглядываю в демократию и вижу, что пока мы там воюем, рулит Польша вовсю, и вот, видите, я пишу в чате, есть еще шанс, что победила не Польша, ну и Вавилон отвечает, что маловероятно, это к тому, что в групповых играх не надо забывать, что это не дуэль, нельзя долго воевать с соперником, с которым более-менее у вас равные армии, и вот я предлагаю мастеру Дену заключить мир в обмен на то, что мы объявляем оба войну Польши, и с нашими объединенными флотами пытаемся что-то с этим сделать, то есть это последний собственно шанс спасти игру как-то Бразилия там вообще по-моему не участвует чисто на развитие пошла и все и сидит там ни с кем не воевала ничего не происходит вот теперь я беру весь свой флот и начинаю перебрасывать к Польше причем я еще даже не исследовал особо территорию ну понятно что надо плыть куда-то налево вот туда мы поплывем и Вавилон тоже весь свой построенный обученный в боях флот поведет туда но оказалось что фрегаты довольно тихоходные даже с принятым exploration то есть с увеличенным ходом вот аж 7 ходов понадобилось чтобы добраться вот хоть до каких-то берегов Польши вот бывшая столица гунов Атилоско Карт ну можно попытаться ее конечно пообстреливать но я считаю что надо захватывать польские города именно Native Town Native Cities и вот давайте начнем с Каравеллы тут она явно стоит для разведки чтобы знать что наш флот уже подходит и вот и фрегаты появляются то есть Каравелла выполнила свою функцию засветчика и теперь будет использоваться основной флот ну хватит ли силу Польши против нашего объединенного флота с Вавилоном сейчас мы оооо все наличие подводных лодок говорит о том что что Польша победила подводные лодки убивают фрегаты с одного выстрела то есть он будет просто а мы ее если она не засвечена то мы по ней даже стрелять не сможем вот если бы Дмитр который играет за Польшу сейчас не ставил подлодку на соседней на соседнюю клетку рядом с фрегатом то ее и не было бы видно зачем она поставила на соседнюю клетку не знаю потому что она стреляет на две клетки вполне могла через одну клетку и выстрелить вот сейчас убили мой фрегат который стоял рядом с подводной лодкой и она перестала быть видимой но даже если мы уничтожим его подводную лодку то все равно это и понятно что у него уже открыта технология производства подводных лодок лично мне до этой технологии еще очень далеко я думаю что Вавилону примерно так же и сейчас мы просто потеряем весь свой флот тем более мы подводной лодки не видим ну повоюем еще че не будем уже прям сразу сдаваться но видите тут с одного выстрела у него с одного выстрела уничтожаются корабли подводной лодкой это вот просто сейчас был уничтожен не удалось привать капером на свою сторону переманить фрегатик ну на самом деле здесь убивать фрегаты Польши ну тоже хорошее дело но видите Вавилон смог на свою сторону капером переманить фрегат но на самом деле наличие подводных лодок говорит о том что наш флот морально устарел начало очередного хода так попробуем уничтожить какие-нибудь кораблики поляков вот ничего не уничтожается видите он все убирает все очень быстро убирает ну Вавилон фарфоровую башню построил а мой капер с одного выстрела вражеской субмариной потоплен а вот вот она где видите ее видно о у него уже две подлодки вот видите субмарина видна только когда ты находишься на соседней клетке вот я пишу в чат лодки это круто лодки это основная противодействующая сила против фрегатов потому что если вы первым вышли в подводные лодки то ну там хотя бы ходов на 7-8 то у вас есть все шансы вот видите я их засветил у вас есть все шансы очень быстро уничтожить флот соперника минус подводных лодок в том что они не могут обстреливать наземные юниты не могут обстреливать города и соответственно их захватывать поэтому подводные лодки только для контроля моря но этого вполне достаточно вот на такой карте как вы видите наш объединенный флот даже к границам городов не смог подобраться так что очень верное решение Дмитра пойти как можно быстрее к подводным лодкам и вот их построить ну вот видите пытаемся мы одну засвеченную лодку все-таки как-то уничтожить и не успеваем по-моему да не успеваем судя по надписям она а может Вавилон ее уничтожил кстати ну вот видите тут без вариантов вот все с одного выстрела уничтожаются корабли у меня у меня уже практически флота нету по-моему у меня два фрегата осталось и все после разгрома флота мы еще поиграли ходов в 7 Смертин который играл за Бразилию и никак не помогал нам усмирять Польшу пишет что парни давайте пойдем спать ну тут уже без вариантов к сожалению наш флот уничтожен по всем экономическим показателям Польши на первом месте мы ей дали развиться то есть если бы хотя бы Бразилия воевала с Польшей в то время когда мы с Вавилоном воевали мы бы тогда были примерно в равной ситуации но как получилось так получилось к сожалению тут я немного виноват потому что я вот когда вынес Шашонов я так себе представил что главная идея видео завершена то есть тут была главная идея чтобы Хованский снял видео и показал у себя на канале таким образом прорекламировав мой канал я немножко расслабился и позволил себе слишком долго воевать с Вавилоном то есть надо было его уговаривать на мир намного раньше говорить ну упирая на то что Польша там развивается а мы вместо этого 30 ходов воевали и совершенно забыли о том что в игре есть еще другие нации ну вот видите Польша по всем параметрам на первом месте вон там видите Дмитрий пишет что он везет авианосцы и батлшипы так что без вариантов тут сейчас все все будет захвачено ну и бонус нации у Польши очень крут смотрите сколько социальных институтов принято и все очень ну понятно что они очень помогают в развитии так что вот так вот такая была игра спасибо что опять же досмотрели до самого конца как видите я вам постарался показать не просто игру с Юрием Хованским а рассказать о традиционном развитии уже вот в этом аддоне Дивный Новый Мир как по моему мнению лучше всего начинать традиционную игру и на примере двух наций это показал ну и вот рассказал об окончании этой игры как видите мораль этой басни в том что не надо увлекаться долгой войной если вы видите что соперник примерно равен вам ну вот было достаточно отдать Вавилону например столицу Шашонов и продолжить развитие дальше то есть ну мы и так уже потеряли с ним вдвоем на этой войне много вместо того чтобы победить кто-то из нас двоих мы таким образом отдали победу больше именно из-за того что вдвоем воевали ну и к сожалению Бразилия нам никак не помогла хотя конечно у нее там с местом было не очень постараюсь уже не делать такие большие перерывы в выкладывании видео но к сожалению я вам уже много раз рассказывал почему я не могу часто делать видео когда я работаю то вот у меня компьютер занят кроме того мне надо играть чтобы о чем-то было вам рассказывать ну и давайте для тех кто досварял до конца давайте какую-нибудь опять очередную кодовую фразу придумаем чтобы такого придумать то а давайте вот так ожидал от видео большего и не совсем понял зачем Халецкий пел и танцевал а еще в видео была маленькая пасхалка буквально на одну секунду надеюсь вы ее заметили но только не надо об этом писать в комментариях эти комментарии я тоже буду стирать это просто останется между нами заметили и хорошо не надо сообщать об этом в комментариях пусть другие люди тоже как-то более внимательно смотрят видео ну вот теперь точно все видео еще дойдет до конца когда мы уже полностью выйдем вы слышали Лешу Халецкого канал Леша играет кстати возможно пора отписываться спасибо что дослушали до конца и играйте в умные игры до конца Продолжение следует... Продолжение следует...